Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максим Маркетс ТВ. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. Большую часть прошедшей недели евро-доллар сохранял нисходящую динамику. Однако в пятницу пара значительно выросла, преодолев уровень сопротивления 1,18 и завершив торговую неделю на отметке 1,1820. Основной причиной укрепления пары стала самая ожидаемая публикация недели, связанная с изменением уровня инфляции в США. Индекс потребительских цен в июле вырос на 0,1%, так же, как и базовый индекс, в то время как ожидалось укрепление обоих показателей на 0,2%. Таким образом, годовой прирост инфляции в США составил 1,7% против прогноза в 1,8%. С одной стороны, индекс потребительских цен прервал серию с четырех месяцев падения подряд и незначительно укрепился. С другой стороны, инфляция остается низкой и не дотягивает до целевого ориентира американского регулятора. Окончание года приближается, а с такими показателями ФРС вряд ли пойдет на еще одно повышение процентной ставки. Очень симптоматичным стало выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который является голосующим представителем комитета по открытым рынкам. Кашкари заявил, что пятничный доклад по инфляции – это еще одна причина подождать, а не повышать процентную ставку. Кроме того, он отметил, что ФРС не уверен, в чем причина снижения индекса потребительских цен, и он не видит причин, почему инфляция должна резко укрепиться. Хотя Нила Кашкари известен своими мягкими взглядами на монетарную политику, его выступление отражает текущее отношение к проблеме низкой инфляции в ФРС, когда регулятор заявляет о наличии проблемы, но не понимает причин, которые привели к ней, и не видит четкого пути ее решения. По большому счету, все заявления представителей ФРС сводятся к тому, что инфляция восстановится в среднесрочной перспективе и необходимо просто подождать. Очевидно, что ожидания не приносят результата и отдаляют намерения регулятора по ужесточению кредитно-денежной политики на неопределенное время. Вдобавок, опрос экономистов ФРБ Филадельфии в пятницу показал изменение прогноза по инфляции в сторону снижения в третьем и четвертом кварталах текущего года. На предстоящей неделе в макроэкономическом календаре не ожидается важных публикаций из США и еврозоны. Евродоллар будет находиться под влиянием двух последних разнонаправленных публикаций, сильных данных по рынку труда и остающейся низкой инфляции в США. Ситуация в еврозоне остается стабильной, инфляция в регионе также далека от ориентира ЭЦБ. Однако высокая деловая активность и уровень делового доверия продолжают поддерживать котировки европейской валюты. Участники рынка по-прежнему в ожидании шагов ЕЦБ по началу сокращения монетарного стимулирования. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост пары евро-доллар к уровням сопротивления 1,1835, 1,1845, 1,1870, 1,1890 и 1,1915. Всю прошедшую неделю фунт-доллар торговался в узком боковом диапазоне 1,2950-1,3050, завершив сессию в непосредственной близости от ключевого уровня сопротивления 1,30. Объемы промышленного производства в Великобритании выросли на полпроцента, что значительно превысило прогноз в 0,1%. Уровень производства в секторе обрабатывающей промышленности остался неизменным, а общий торговый баланс снизился. Смешанные данные не смогли оказать поддержку британской валюте и фунт-доллар снизился ниже уровня 1,30. Лишь очередные слабые данные по инфляции в США в пятницу способствовали возвращению пары к ключевому уровню сопротивления. На прошедшей неделе вновь в центре внимания были слухи и заявления, связанные с Брэкдит. По сообщениям средств массовой информации, Великобритания согласилась выплатить Евросоюзу 40 млрд евро в качестве компенсации за отделение. Позднее официальные лица Лондона опровергли эту информацию, заявив, что готовы отдать не более 30 млрд. Учитывая, что Евросоюз настаивает на выплате 60 млрд, можно сделать вывод, что переговоры еще далеки от завершения. При этом Великобритания заинтересована, как можно скорее заключить новый торговый договор, чтобы сохранить доступ к единому рынку. Участники рынка более не ждут от Банка Англии скорого ужесточения кредитно-денежной политики. По опросам экспертов, ожидается, что британский регулятор будет сохранять мягкую монетарную политику до конца 2018 года. Падение инфляции, низкий экономический рост и высокая неопределенность, связанные с Brexit, негативно будут влиять на курс британского фунта в ближайшее время. На предстоящей неделе ключевой для фунта станет публикация во вторник июльских данных по инфляции Великобритании. В прошлый раз снижение индекса потребительских цен привело к существенному падению курса фунта. По предварительным прогнозам, данные за июль покажут незначительный прирост инфляции. При этом любое отклонение от прогноза в сторону снижения приведет к сильному падению фунта ниже уровня 1,30. Еще один важный релиз выйдет в Великобритании в среду. Будут опубликованы уровень безработицы и уровень роста средней заработной платы за июль текущего года. Низкий прирост заработной платы является одной из главных проблем низкого потребления и скромного экономического роста. По прогнозам, показатель в июле не изменится по сравнению с июньским и составит 1,8%. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение котировок фунт доллара к уровням поддержки 1,2975, 1,2950, 1,2930, 1,2900 и 1,2870. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова